Ассасин Скрит Пантеон Эдишн Нужна ли вам такая здоровая коробка? Всех приветствую! Продолжаю распаковывать свою коллекцию Ассасин Скрит И сегодня распакуем коллекционный набор Ассасин Скрит Одиссея Пантеон Эдишн По размерам коробка сравнима с корпусом Full Tower, как вы можете видеть слева Издание выходило достаточно ограниченным тиражом У меня 4132 издание из 10229 Ну что ж, откроем эту коробочку Она размером, кстати, как монитор 2,5К 27 дюймов Как вы видите, здесь должна быть игра Одну секунду Так лучше Теперь это коллекционное издание, а не коллекционный набор Ну что ж, продолжим Вот такая вот картонка Для того, чтобы сюда положить игру Я отдельно докупал издание на PlayStation 4 Чтобы положить сюда до комплектности Вот так вот запакована шиппинговую коробку Само издание Ассасин Скрит Пантеон Эдишн Вот такие уголки здесь сделаны на всех сторонах коробки Такую заботу о коробках я давно не видел Достаточно весистое здание Вот коробки также уголки Такая вот красивая коробка С орнаментами и изображением символа игры Ассасин Скрит Одиссея Шлем Аспартанца И шлем Астражника Культа Космоса С этой стороны также изображен герб Культа Космоса Здесь она С этой стороны коробка зеркальная И с этой стороны герб главного героя игры Что приступим к покупке Там все красиво тут уложил Останье в верхнюю часть Ассасин Скрит Пантеон Эдишн В это издание входит артбук Я бы сказал, что это такой кастрированный артбук Он на английском языке И арты достаточно усечены Позже на канале сделаю обзор полноразмерного артбука Ну арты красивые, ничего не скажешь Принцепты арты Какие-то зарисовки с игры И тут также еще оружие Различные акации из игры Антагонисты И вот такой вот Первый амблем Также здесь сюда входит Тилбук Изображение Вот один лист Консольный Но пока она вполне Здесь уже не выдают Такая вот эксклюзивная Литография От Юга Пуциоли Красивая, но ничего необычного Также входит в саундтрек Писал саундтрек Джеспер Кив И группа The Flight Вот такой вот И карта Напомню, что карта в игре огромнейшая Больше чем в любой части серии предыдущей Это оборотная сторона А это уже сама карта Огромнейшая карта Калапанельского полуострова И также Адриатического и Гейского моря На карте мы видим Различные локации из игры Острова Теперь достанем Самое главное и вкусное В этом издании Это две фигурки Это коробочка с первой Судя по гербу Это здесь фигурка Алексиуса в прыжке А здесь Одного из антагонистов игры Стражи культа космоса Пустая Очень здоровая Я туда, конечно, не помещусь Много какие-нибудь маленькие дети спокойны Или коты Стражи культа Он безликий Доставляет из себя Обычного Мопа Выпределя Вы представляете Вот такого Движения Очень красиво сделано На вот таком мраморе С развивающимся плащом Покажу Маску Покажу Маску Входит Вот такое Копье Вставляется копье достаточно легко И в итоге фигурка Стражника Культа космоса Выглядит вот так Больше похож на Центуриона Римской армии Культ космоса Это предшественники Ордена Комплиеров Действует В разгар Пелопонезской войны Где происходит действие игры Ассасинскрит Одиссея И вставляют всяческие Палки в колеса Главному герою И хотят истребить Его семью Теперь откроем Фигурку Олейциуса Фигурка Олейциуса Получим Такая вот Огромная фигурка Даже не влазит сюда Фигурка очень высокая Аналогичная фигурка Которая входила В издание Спартан Эдишн И запечатлен Олексиус На прыжке С копееческой колонны Внизу колонны Виден Спартанский щит И герой в полном облачении Шлеме С наручами Луком Колчаном И вот такой вот Покоцаной Греческой колонны Греческой колонны В комплекте В ножны В ножны Сколы копья Вставить В руку И Копьё Вставить В другую Такая фигурку Копьё 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 Фигурки Можно поставить По отдельности Фигурки Фигурки Вместе Вместо Олексиуса Можно будет Скомпоновать Эту данную фигурку С фигуркой Кассандры Она продавалась отдельно В игре присутствует Фоторежим Со встроенным Фоторедактором Позволяющий запечатлеть Великолепные Панорамы С которых можно сделать обои Себе на рабочий стол Включается кнопочкой F3 Греция В этой игре сделана просто великолепная Достаточно яркие краски Разнообразные Включая подводный мир И много панорамных видов Именно с высоты Игру я прошёл полностью Наиграл в неё Более 135 часов Игра хорошая Если исключить Её принадлежность К серии Игр Assassin's Creed Скрытое прохождение Здесь Поскольку Если враги на пару уровней Выше вас То даже при ударе сзади Вы не убьёте его И развернувшись Он даст вам В бубен И вы сразу оттянетесь В итоге В коллекционное издание Входит Карту Саундтрек Литографию Артбук Стилбук И великолепную диораму Данное издание Достаточно редкое Достать его Очень сложно Я купил его на старте продаж И стоило оно мне 10 тысяч рублей Всех благодарю за внимание Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Дальше будет много Интересных Распаковок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры